Приветствую вас. У меня по ощущениям от вашего рассказа возникло такое чувство, что в первую очередь вы как-то вот очень сильно, может быть, нуждаетесь в любви. Вот я бы так сказал, если честно. Это то, что на первый взгляд можно сказать. Вот. Это первое. Второе. Вы тревожитесь. То есть вы тревожитесь, вы, вероятно, мучаетесь от незащищенности. Своей, ну, от ощущения, собственно, незащищенности. Вот. И пытаетесь, как мне кажется, пытаетесь защититься таким образом. Вот. Ага. Что это значит? То есть, что значит, вот, вы пытаетесь защититься? Это значит, по сути, что в чем-то вы видите для себя угрозу, в чем-то вы видите для себя, ну, болезненность. Вот. И, соответственно, от этого пытаетесь избавиться. У вас присутствует в то же время и чувство вины, как я думаю. Довольно, ну, довольно серьезное, довольно мощное. Вот. То есть это подавленная агрессия, подавленный негатив по отношению к себе. Вот. Это то, что вы, вероятно, ощущаете. Это то, что вы, вероятно, чувствуете. В ответ. Очень, очень важно, крайне, крайне важно рассмотреть эти моменты. Ну, то есть, за что вы себя корите, например, за что вы себя обвиняете, да? Например, почему вы считаете, что вот так с вами можно, например? Так. Так. Вот. Это вот. В принципе, то, что, на мой взгляд, достаточно серьезно. Вот. Это то, на что нужно обратить внимание? Вам. Что, на что нужно обратить внимание? Вам. Дальше. Дальше. Следующее. Значит. Я много вру, обманываю близких. А, значит, ложь. Это… Я бы сказал, что… Ложь здесь связана с тем, что вы себя не принимаете. Опять-таки. То есть, вот. У вас не получается себя принять в полной мере. Вот. И, соответственно, из-за этого, из-за того, что вы себя не принимаете, вы обманываете. Потому что пытаетесь, пытаетесь быть, пытаетесь казаться не той, кто вы есть, а, а несколько другой. Да? Вот. Ну, то есть… Несколько… В ином контексте пытаетесь… Пытаетесь выглядеть. Вот. Хотя это, в принципе, и не получает. Допустим. 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 В любви игровая зависимость от ухода от реальности. То есть, тут в принципе… Всё. Тут, в принципе… Всё более-менее… Понятно. Другое дело, что да. Это… Нужно корректировать, конечно, это нужно корректировать, но тут как бы все более-менее очевидно, тут все более-менее понятно. Вот. Дальше идем. Так, в главе я ленив, ленив. Ну, лень, лень, это не желание что-то делать, то есть лень это игнорирование того, что вам хочется, это услышать. Условно говоря, волшебная реакция организма на напряжение. Вот. Что есть? Это волшебная реакция организма на то, когда большое психоэмоциональное напряжение присутствует. Вот. А, ну, как бы, как бы, вы себя за это склонны корить, а по факту, по факту, по факту, надо быть. Чтобы посмотреть, а, собственно, что вызывает такие, что вызывает лень, что ее провоцирует, например. Вот. То есть, ну, вы же, например, лень чувствуете почему-то, вот. Вам же почему-то ничего не хочется, вот. Тут нужно исследовать этот момент, как мне, опять же, кажется. Вот. 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 Это такой достаточно важный момент. Вот. 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 То есть, ну, да, ну, вот так как бы, как бы, на текущий момент, да, это вот одна из самых проблем. Опатия. Это обесценивание. То есть, вы здесь, эм, себя обесцениваете. Вот. Эээ, значит, ну, обесцениваете вы себя на постоянной основе. Вот. Ну, опять, ну, как мне кажется, вот, что обесцениваете вы себя на постоянной основе. Вот. У этого, опять же, есть свои причины, почему вы себя обесцениваете на постоянной основе. Да, ну, опять, это вот следствие обесценивания, и обесценивание, оно, видимо, достаточно сильное. Судя по тому, как обстоят дела. Вот. Опять же, эти обесценивающие тенденции, которые вы, эм, чувствуете, эм, крайне желательно, эм, поискать. Вот. Крайне желательно их, э, скорректировать. Вот. Крайне желательно. соотнести с тем, что вам, например, хочется самой. И уже после этого где-то рассматривать варианты дальнейшей коррекции. Вариант дальнейшего корректирования ситуации. Дальше идем. Так, не могу тебя доставить, бывает ушки я все это делаю, но это быстро проходит. Ну, зачем тебя доставлять. Рядом люди, которые меня любят, я продолжу все это, что я не отвернув. Вы боитесь одной остаться, правильно? Я вот понимаю. Или нет, или как. Самое странное, мне вот, например, показалось, что вы боитесь остаться одна. Для меня это так, по крайней мере, выглядело. Страх одиночества это то, на что тоже нужно обратить внимание, потому что вам это может делать, ну, очень упражнят вам. Вам это может жить. Вот. Так что вам. Хотел бы, конечно, чтобы вы немножко это учитывали. Вот. Дальше идем. Понимаете, от начала нужно обратиться к урачу, но в нашем городе нет нормальных специалистов. А откуда вы знаете, что в вашем городе нет нормальных специалистов? Что значит нормальный специалист? Ну, вам нужен, мне кажется, какой угодно специалист, специалист. Вот. Вы же, такое ощущение, что, как бы, я понимаю, что у меня проблемы, вот, и понимаю, что нужно обращаться к урачу, но вообще-то не хочу этого делать, поэтому ищу отговорку. Вот так это выглядит. А мне особо важно, хороший специалист или нет, да? Вот. Ну, как бы, не особо это важно. Хотя вы можете со мной, конечно, ну, не соглашаться, ну, вот, с тем, что я говорю, да? Вот. Это нормально. А у меня такое, такое чувство, вот, что... А у меня такое, такое чувство, вот, что... у меня не особо нужно. То есть вы, вроде бы-то, так и хотите, а... чтобы... вам, ну, помогли. Вот. Вроде бы. Но у меня нет ощущения, а... что вы действительно готовы... готовы... ну, готовы. Вы... готовы что-то делать реально, да? Ну, все понимаете, что надо к урачу, но сами к нему не идете. Дальше. Так, эм... посоветуйте, пожалуйста, с чего мне начать. Ну, с разбора ваших внутренних конфликтов. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok